В конце 90-х годов в Саратовской области стартовал масштабный проект по строительству второго автодорожного моста через Волгу в районе села Престанное. Его длина почти 13 километров. Однако славится он не только своими размерами. В 1997 году для укладки асфальтового полотна на мосту привлекли дорожно-строительное предприятие «Автогрейд». Мост был возведен на металлической артотропной плите, поэтому обычную конструкцию дорожной одежды из простого асфальта применять здесь было нельзя. Тогда предприятие обратилось к опыту финских коллег компании «Лиминкайнин» и внедрило уникальную технологию применения литого асфальтобетона на модифицированном битуме. Просто начали искать, как эту проблему решить. В России этого решения не было. И вышли на эту фирму. Потом ездили в Финляндию, смотрели все их объекты, где у них они показывали 10, 15, 20 лет. То есть мы это посмотрели все, оценили. До 1998 года покрытие практически не использовалось на территории России. Литой асфальтобетон дороже простого асфальта, однако срок службы этого материала в пять раз превышает срок эксплуатации простого асфальтового полотна. Если посмотреть на первую очередь, прошло 18 лет, ни разу на нем ни ямочный ремонт не делался, ни швы не заливались, никаких изменений, будем так говорить, отрицательных не было. Как гидроизоляция из литых смесей, так и самопокрытие, верхние условия из литого асфальтобетона, оно проявило себя в положительном факторе. Даже если взять истираемость покрытия, да, оно есть от шипов, от интенсивного движения, но за 18 лет оно даже не достигло той критической точки. Хотя по нормативам простой асфальтобетон за этот период уже трижды должен был быть переложен. На протяжении двух десятилетий Саратовский государственный технический университет имени Гагарина ведет творческое, научное и инновационное сотрудничество с предприятием «Автогрейд». Дорожно-строительная компания нацелена на освоение и внедрение современных технологий дорожного строительства и на развитие технического потенциала. Внедрение уникальной технологии применения литого асфальтобетонного покрытия при строительстве дорожных развязок и мостовых сооружений – главный вектор совместной деятельности из ГТУ и «Автогрейда». Этот образец проходил испытания в течение строительства всего, потому что этот кусок плиты ортотропной был уложен перед мостом, и по нему ходила строительная техника. В 2017 году Саратовский государственный технический университет имени Гагарина получил статус опорного вуза. Высшее учебное заведение в первую очередь ориентировано на выполнение стратегически важных задач региона. В реализации пятилетней программы развития опорного университета активное участие принимают все структурные подразделения, в том числе Институт энергетики и транспортных систем. Строительство нового автодорожного моста через Волгу при участии специалистов СГТУ и предприятия «Автогрейд» стало одним из ключевых проектов развития саратовской агломерации. Необходимость применения нового покрытия по технологии, разработанной компанией «Автогрейд», обусловлена интенсивностью движения транспорта и климатическими особенностями Саратовской области. При этом у литого асфальтобетона масса преимуществ. Плюс этого покрытия, оно более безопасное. Оно менее подвержено гололеду. На нем так гололед не образуется, как на обычном асфальте. И все же главным преимуществом покрытия является отсутствие пор. Материал варится в течение 4 часов при температуре 200 градусов. Этот метод позволяет удалить все пузырьки воздуха и добиться высочайшей однородности и совместимости всех компонентов материала. Он требует лишь единоразовые процедуры подбора рецептуры состава. Пористости у этого покрытия нету, и значит водонепроницаемое покрытие. И плюс, значит, модифицированный битом. Это самое главное. Обычный асфальт, у него же старение. Почему трещины идут? Это солнечная радиация, это старение битома. А вот этот модификатор, он позволяет, что битом не стареет. Переняв успешный опыт финских коллег, «Автогрейд» не перестает совершенствовать технологию. В лаборатории предприятия ежегодно производятся расчеты, улучшается качество материала, растет количество техники для правильной укладки дорожного полотна. Благодаря тесному сотрудничеству с техническим университетом сегодня в компании работают молодые специалисты, выпускники Института энергетики и транспортных систем. Специалистов научить, да, сейчас есть возможности, благодаря нашему СГТУ, другим организациям можно. А новые технологии, если не заниматься, она просто так не появится. Поэтому мы делаем ставку, начиная от литого асфальтобетона, работая на разных добавках. Начинали мы на одной из добавок, это кротон германского производства, постепенно перешли на люпрен корейского производства, что оказалось более лучше для удобной укладываемости, для тех смесей и прочего-прочего. Ну вот, мы дальше пошли, мы приобрели в своё время установку приготовления бетонной эмульсии, установку по приготовлению павов, поверхностноактивных веществ. Сегодня Автогрейд успешно развивается и идёт в ногу со временем. Это едва ли не единственная в регионе компания, которая востребована не только в Саратовской области, но и в других субъектах страны. Например, в прошлом году предприятие приняло участие в строительстве трассы и укладке дорожного покрытия на искусственных сооружениях в Волгоградской области на участке от города Волжский до Краснослободска. Это город Волжский, если идеально показать, город Волгоград. Длина от нулевого пикета до развязки следующая 6,5 километров дорога. На нём существует три искусственных сооружения, на которые, в том числе, Автогрейдли укладывала новую технологию литых смесей. В этом году планируется построить развязку на 10-м пикете, это развязка на город Астрахань и на город Волжский. В самом Волгограде Автогрейд уже три года успешно применяет технологию укладывания литых смесей. Аналогичный опыт предприятия использовала в Астраханской области на мосту через реку Кривая Балда. Несмотря на жаркий климат, покрытие отлично прижилось. Компании уже заинтересовались в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях. У нас размещены так заводы, как в Энгельсе, так и в Волжском. То есть в Волжском можно охватывать Астраханскую область, ну, если надо, Ростовскую, а с города Энгельса вплоть до Рязанской области. На каждом объекте, где предприятие Автогрейд применяет уникальную технологию, покрытие из асфальта бетона отличается гарантированным высочайшим качеством. Яркий пример – беспрецедентный случай на автодорожном мосту в Волгограде в 2010 году. Тогда из-за несанкционированной транспортной и ветровой нагрузки мостовые конструкции имели амплитуду колебания до одного метра. Благодаря эластичным элементам конструкции асфальтобетонное покрытие не пострадало. После обследования и специализированными организациями, и нашим университетом техническим проверяли, там ни трещинки не образовывалось ни на покрытии, ни на металле, ни краска не отошла, ни сам литой асфальт бетон. То есть технология полностью себя оправдала и имеет право на дальнейшую жизнь. Право на дальнейшую жизнь и успешное внедрение имеет и другая совместная разработка предприятия «Автогрейд» и Института энергетики и транспортных систем. Речь идет о создании акустических экранов нового образца. Экраны представляют собой так называемые щиты, которые блокируют шум от транспортного потока на крупных магистралях. Сейчас новые акустические экраны установлены на мостовых переходах около села Престанное. Литые асфальтобетонные смеси в совокупности с акустическими экранами позволили снизить шум. Акустический экран может показаться несколько примитивным сооружением, то есть некая стенка. Но на самом деле современные технические требования они предусматривают применение современных композиционных материалов. И именно применение новых современных технологий позволяет добиваться подобных социальных эффектов. Совместно со специалистами ИНЕЦ и компанией «Автогрейд» были разработаны два государственных стандарта по техническим требованиям, акустическим экранам и методам их испытаний. В настоящее время, после того, как данные ГОСТы вступили в силу, подрядные организации во всей стране и организации-заказчики строят и устанавливают акустические экраны и производят их приемку на основе того опыта, который был получен техническим университетом совместно с компанией «Автогрейд». Опыт сотрудничества ИНЕЦ и предприятия «Автогрейд» привел к разработке целого ряда государственных стандартов и отраслевых нормативно-методических документов Федерального дорожного агентства. С 2001 года наша кафедра разрабатывает эти отраслевые дорожные методические документы по технологиям предприятия «Автогрейд», ставит их в тематику. Федерального дорожного агентства участвует в выполнении этих тем и в научном сопровождении их утверждения. Включение технологии применения литого асфальтобетона в нормативную политику и в перечень инновационных технологий Федерального дорожного агентства лишь подтверждает удачный опыт сотрудничества ИНЕЦ и компании «Автогрейд». Большое внимание на предприятии уделяют и новым кадрам. Студенты Института энергетики и транспортных систем имеют возможность пройти практику в компании «Автогрейд» и поработать в лаборатории. Макеты ортотропной плиты с конструкцией дорожной одежды из литого асфальта применяются в курсовом и дипломном проектировании студентов. Обеспечивая рынок труда высококвалифицированными специалистами и работая на развитие региона, Саратовский государственный технический университет выполняет главную задачу опорного вуза. А сотрудничество с ведущими предприятиями в реализации инновационных проектов помогает решать актуальные вопросы экономики. Редактор субтитров А.Семкин